Макс Трусишка Макс Трусишка Макс Трусишка И все же Макс часто чувствовал себя неуютно среди своих смелых братьев и сестер Он охотнее гулял один или с Гектором, собакой, которая всегда отзывалась на голос Макса веселым лаем Макс любил ходить в лес за грибами и ягодами Нередко вместе с полной корзиной он нес домой букет лесных цветов Госпожа Шмидт часто говорила Если бы не Макс, у нас на столе никогда не было бы ягод и грибов А ваза для цветов всегда стояла бы пустой Братья Макса тоже собирали ягоды Но они клали их себе в рот, а не в корзину И вместо того, чтобы собирать грибы Они лазили по деревьям Или бегали за птицами Желая узнать, где находятся их гнезда Макс рос мечтательным мальчиком Он мог часами лежать на траве Слушать пение птиц И рассматривать небо Еще он любил отдыхать под соснами великанами И, глядя на их зеленый наряд, думать о чем-то своем Братья, застав его на таком отдыхе, начинали смеяться И спрашивали, слышит ли он, как растет трава Из-за этого Максу пришлось искать себе такое место в лесу Где бы его никто не увидел Убежище нашлось в ветвях старого дуба Который рос на опушке Это было невысокое, раскидистое дерево С густой кроной Отсюда хорошо был виден дом лесника Чтобы быстро влезть наверх Макс попросил Иоганна, работника на их подворье Смастерить для него небольшую лестницу Забравшись на дерево, Макс поднимал лестницу И прятал ее в ветвях Снизу заметить Макса было трудно И шумная ватага ребят частенько пробегала мимо старого дуба Даже не подозревая о том, что их брат сидит на одной из его ветвей Вот и сегодня, выслушав массу колких насмешек, Макс убежал в свое укрытие Он забрался на дерево, прижался щекой к шершавой коре и со слезами стал молиться «Любящий Спаситель, почему я такой трусливый? Мои братья и сестры не зря смеются надо мной, но я ничего не могу поделать Иисус, я знаю, что я твоя овечка, а ты мой добрый пастырь Я верю, что ты меня любишь и хочешь мне помочь Я совсем не хочу быть трусишкой Ах, если бы все стало по-другому Дорогой Господь, помоги мне быть таким же смелым, как мои братья Позволь мне совершить какое-нибудь большое дело Макс немного успокоился и посмотрел в сторону дома Он утопал в зелени фруктовых деревьев и выглядел таким мирным и родным Из кирпичной трубы к небу лениво поднимался дымок А в окнах отражалось вечернее солнце На террасе сидела мама Время от времени с озера доносился легкий плеск воды На верхушке дуба зяблик звонко пел свою вечернюю песню Макс долго сидел, прислушиваясь к лесным звукам Вдруг он вздрогнул и насторожился Где-то вблизи послышался шорох и слабый хруст веток Может, это какой-то зверь? Затаив дыхание, Макс посмотрел вниз Опасливо оглядываясь по сторонам От дерева к дереву пробирался мужчина Чем ближе он подходил к опушке, тем ниже пригибался к земле Неподалеку от дуба незнакомец и вовсе лег на землю Теперь Макс увидел его лицо и ужаснулся Это был Бранд В последний раз мальчик видел его с двумя полицейскими Тогда Бранда арестовали за браконьерство и посадили в тюрьму Лесник долго преследовал браконьера, пока наконец удалось поймать его Хотя сейчас Бранд был коротко острижен и без бороды Макс сразу узнал его На Макса напал неодолимый страх Браконьера освободили или он сбежал? Зачем он пришел сюда? Может, он хочет взяться за старое? Или отомстить леснику? От этой мысли Макс задрожал и чуть не упал с дерева Но успел ухватиться за ветку Он должен сидеть очень тихо Любое движение сейчас может стоить ему жизни Этот браконьер ни перед чем не остановится Мужчина лежал на траве и пристально смотрел на дом лесника Время от времени он нервно сжимал кулаки и шептал какие-то ругательства Солнце уже почти скрылось за лесом И его последние лучи окрасили верхушки деревьев в золотой цвет Из сарая доносилось громкое мчание Служанка Ханна торопливо пересекла двор Она понесла в сарай ведра с едой для коров Госпожа Шмидт уже зашла в дом Макс знал, что скоро будет ужин Все сядут за стол и удивятся, что его нет Ведь он всегда приходит домой вовремя Долго ли ему еще придется здесь сидеть? Вскоре на пороге появилась госпожа Шмидт «Макс!» — громко позвала она «Иду, мама!» — чуть было не выкрикнул Макс Он так сильно взволновался, что его сердце готово было выпрыгнуть из груди Мужчина внизу еще больше пригнулся к земле Но через минуту встрепенулся и напряженно застыл Макс посмотрел туда же, куда смотрел браконьер И увидел отца Он вышел из дома, повесил на плечо ружье И, что-то сказав матери, быстро зашагал в сторону озера Макс понял, что отец отправился к сторожевой вышке Когда лесник скрылся за деревьями Браконьер вскочил и бросился в лес Через пару минут он вернулся с ружьем в руках По-видимому, оно было спрятано в кустах Браконьер огляделся по сторонам И быстро зашагал по тропинке, ведущей к озеру Как только мужчина скрылся из виду Макс слез с дерева и побежал домой Страх за отца едва не лишил его сил Бранд точно хочет убить лесника Но что он, трусишка, Макс может сделать? Что он может изменить? Навстречу Максу со двора выбежал его мохнатый друг Гектор И тут Макс понял, что надо делать Он подскочил к будке, где лежал охотничий пес Рекс И быстро отвязал его «Гектор, Рекс, за мной!» Замандовал Макс и бросился со двора «Ты куда, трусишка?» Послышался чей-то голос Госпожа Шмидт тоже что-то крикнула Пытаясь остановить Макса Но он лишь бросил на ходу «Бранд! Хочет убить!» И помчался в лес К лесному озеру вела узкая тропинка Поросшая мхом и травой Макс бежал, не останавливаясь Он думал только об отце Рубашка уже прилипла к телу И дыхание становилось все более и более прерывистым В лесу быстро стемнело И Максу стало страшно То здесь, то там слышался трест сухих веток Может, это звери бродили в поисках пищи? Вдруг Макс остановился И крепче сжал поводок Рекс рвался вперед, жадно нюхая воздух Макс понял, что Бранд где-то совсем рядом В любое мгновение мог прогреметь выстрел «Иисус, сохрани нашего папу!» Не переставал молиться Макс Впереди было торфяное болото Сырую бугристую землю покрывали густые заросли ежевики и камыша Между ними рос такой высокий папоротник Что Макс в трех шагах от себя уже ничего не видел Наконец, Рекс глухо зарычал И обе собаки бросились в кустарник справа от тропинки От резкого рывка Макс упал и выпустил поводок из рук Но в следующее мгновение он вскочил и побежал вслед за собаками Скоро Макс вновь почувствовал, как ёкнуло его сердце от ужаса Он увидел Бранта Прижавшись спиной к дереву, браконьер пытался отбиться от собак ружьем Макс что было силой закричал «Папа! Папа! Быстрее сюда!» «Подожди, негодяй!» Проскрежетал Брант и вскинул ружьё В тот же миг на него бросился Гектор Раздался выстрел Макс почувствовал резкую боль в ноге И потерял сознание С яростным лаем Рекс кинулся на браконьера И он выронил из рук ружьё Разъярённый пёс придавил преступника к земле И не давал ему пошевелиться Гектор стоял рядом и угрожающе рычал Вскоре из зарослей вынырнул лесник Он сразу понял, что здесь произошло Бросив собаке короткую команду Он склонился над Максом и приподнял его «Макс, сыночек!» С тревогой в голосе позвал отец И, осмотрев Рану, облегчённо вздохнул «Слава Богу! Нога лишь слегка ранена» Вдали послышались чьи-то шаги и лай собак Шум приближался И вскоре лесник услышал голоса «Макс! Макс! Где ты? Ау! Мы здесь!» Отозвался лесник На тропинке появились Герман и Пауль А также помощник лесника с двумя собаками Когда Макс убежал в лес Госпожа Шмидт забеспокоилась И послала вслед за ним работника Который во всём помогал господину Шмидту Герман и Пауль побежали с ним Через несколько минут Бранд был крепко связан Отец взял на руки раненого сына И все отправились через лес домой Пауль побежал вперёд, чтобы успокоить маму Госпожа Шмидт встречала своих родных у калитки Она плакала «Слава Богу! Он сохранил нас от худшего!» Сказал ей лесник, укладывая Макса на кушетку Пуля лишь слегка задела ногу Господин Шмидт распорядился, чтобы Иоганн отвёз связанного Брандта в городскую полицию И на обратном пути привёз доктора Нервное потрясение и страх повлияли на него сильнее, чем ранения Макс лежал бледный и уставший Доктор, осмотрев Макса, сказал, что через день-другой Мальчик будет бегать, как и раньше Когда доктор уехал, Герман и Пауль вошли в комнату, где лежал Макс Им не терпелось узнать подробности происшествия Но госпожа Шмидт выпроводила их, велев соблюдать тишину Немного огорчённые, братья отправились в свою спальню Возбуждённо обсуждая случившееся «Никогда не думал, что наш Макс может быть таким смелым», признался Пауль «Да это не шутка Пойти против бандита, которому всё равно, кого пристрелить Зайца или человека, — заметил Герман «Я не знаю, нашлось бы у меня столько смелости, как у Макса» Раньше Макс затыкал уши, когда слышал выстрел Думаю, что теперь он не будет так делать Он уже не трусишка «Давай больше не будем его так обзывать, — предложил Герман» Пауль охотно согласился Мальчики ещё немного пошептались, обсуждая подвиг Макса И уснули В доме стало тихо Только госпожа Шмидт не спалось Она была слишком взволнована и не переставала думать о случившемся Всё могло произойти совсем по-другому, если бы Господь не проявил к их семье свою безграничную милость Мать тихо подошла к кровати Макса, склонилась на колени и ещё раз поблагодарила Небесного Отца за его любовь и попечение Через несколько дней Макс должен был предстать пред судом как свидетель Родители дали на это согласие Но так как мальчик ещё не совсем выздоровел, следователи сами приехали к Шмидтам за сведениями Когда Макс закончил свой рассказ, старший следователь погладил его по голове «Ты хороший, смелый мальчик» На улице под окном притаились братья и сёстры Макса Они напряжённо прислушивались, чтобы не пропустить ни одного слова из важного разговора, который происходил в их доме «Слышал?» – толкнул Герман Пауля в бок «Смелый мальчик» Пауль только улыбнулся в ответ После этого случая отношение мальчиков к Максу сильно изменилось Когда он выздоровел, Франц по привычке крикнул ему «Трусишка, пойдём играть!» Но в тот же момент он получил от Германа хорошую оплеуху «Чтобы я этого слова больше не слышал!» – сказал Герман, и Франц навсегда запомнил это На том месте, где Макс был ранен, Герман и Пауль поставили стрелу с табличкой На которой был описан смелый поступок их брата Отец, увидев этот примитивный памятник От души рассмеялся Макс удивлялся, что ему уделяют столько внимания И говорил своим друзьям и одноклассникам Что любой другой мальчик на его месте поступил бы точно так же А вечерами, преклонив колени у своей кровати Макс благодарил Господа за то, что он услышал его просьбу И освободил от страха Теперь Макс не просил Иисуса Чтобы он позволил ему совершить какое-нибудь большое дело Он знал, что Господу стоит доверять Он защитит в любую минуту и сохранит от зла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok